МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, на минувшей неделе ведущий экономист современного Башкортостана Рустем Шайхметов не осчастливил нас сколько-нибудь годными экономическими данными и ударился в анализ арабо-израильского конфликта. Пришлось мне самому погрузиться в пучину башкирской экономики и мое внимание, как обычно, привлекли государственные закупки. Сказать, что в этой области дела идут плохо, ну, наверное, не сказать ничего. На самом деле в этой области дела идут отвратительно плохо. И вот вам несколько примеров того, что иллюстрирует этот мой тезис. Первый пример. Реконструкция площади, названной в честь первооткрывателей ишимбайской нефти, само собой понятно в городе Ишимбая. Контракт на 34 миллиона рублей расторгнут и не исполнен. Исполнитель некого фимская фирма Урал Спецстрой. Впрочем, как ни странно, исполнителю был перечислен весьма щедрый аванс. 29 миллионов из 34 полагающихся. Управление Федеральной антимонопольной службы предполагает сговор исполнителя и администрации города Ишимбая. В марте 2022 года кто сейчас будет исполнять этот заказ, кто вернет деньги, кто достроит этот объект, совершенно непонятно. Вот такая закупка на родине дорогого радио Фаритовича. Пример номер два. Уфимская мэрия не смогла проторговать контракт на вторую часть реконструкции улицы Октябрьской революции. Но не смогли они найти подрядчика, несмотря на то, что контракт-то, собственно, полумиллиардный. И по плану работы нужно было завершить к ноябрю 2025 года. Что теперь будет с улицы Октябрьской революции? Кто там будет заходить? Или это тоже какой-то коварный план, чтобы потом в попыхах затащить туда своих? Совершенно непонятно. Ну и третий, вопиющий пример. В Фигинском районе, в районном центре Киги, не смогли освоить выделенные федеральным центром денежные средства на систему водоснабжения. По национальному проекту «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Мадам Голованова, что у вас происходит? 250 миллионов рублей уже выделены на эти нужды, и они вернутся в федеральный бюджет и не будут освоены в Республике Башкортостан. А причина, знаете, какая? Недостоверные документы, заявившихся на конкурс компаний. Что там, помнится, Ради Фаритович заклинал по поводу каких-то там башкир с папочками, которые ловко, быстро и эффективно все решают в Москве и выуживают из федерального бюджета счастье и достаток для Башкортостана. Вот так примерно выглядит башкир с папочкой. Дали 250 миллионов рублей? Не смогли взять. Все эти примеры говорят только о том, как неумело, криво и безответственно управляется регион. И ладно бы это были карманные деньги Хабирова, как говорится, домашний бюджет. Нет, это наши с вами деньги, это наш бюджет, который либо теряется, либо крадется. Вот такая вот эффективность в экономике Башкортостана на данный момент. Дорогие зрители и подписчики, не забывайте поддерживать наш канал не только лайками, подпиской и комментариями, но и материально. В России сейчас нет монетизации YouTube-каналов, и мы существуем исключительно благодаря вашим посильным пожертвованиям на тот расчетный счет, который мы регулярно показываем в наших роликах и который указываем в описании под каждым нашим роликом. Заранее спасибо каждому, кто решился помогать своим рублем каналу «Открытая политика». И что же у нас Хабиров? Возмущен он безобразиями в Швешимбае, в Уфе и даже в Кигах? Да нисколько. Дорогой Радий Фаритович продолжает осыпать родню, братву, земляков и прочих своих почестями и наградами. Вот, например, выписал буквально на днях, через канцелярию, кстати говоря, Владимира Путина, орден дружбы для своего любимчика Азамата Абдрахманова. Судя по всему, этот орден на груди героя должен в полной мере иллюстрировать легендарное дружелюбие, проявленное тем самым гражданином Абдрахмановым на горе Куштава в 2020 году. Ну, не иначе. Видимо, по странному стечению обстоятельств в те же дни, на которые пришлось награждение Абдрахманова орденом дружбы от Путина, президент Татарстана Рустем Мениханов наградил орденом Дуслык, что тоже означает дружба сына Рамзана Кадырова Адама, за неоценимый вклад в дружбу татарстанского и чеченского народов. В общем, каждому герою под Дуслыку досталось. Апофеозом же символизма на фоне всего этого наградного абсурда стала широко разрекламированная в Уфе премьера кинофильма «Испытание аулом», снятого при участии киностудии «Башкортостан». Согласитесь, испытание аулом – это символично. Внезапно и без объявления войны депутаты Государственного собрания от Коммунистической партии Российской Федерации потребовали прекратить в регионе культ предателя Родины и открытого гомосексуалиста Рудольфа Нуреева. Коммунисты утверждают, что использование образа и имени Нуреева – это, цитирую, «открытая пропаганда гомосексуализма и попрание всех светлых идеалов современной России». Ну, в России оно ведь как? По крайней мере, в российской политике. Есть ли лень улучшать жизнь своих избирателей? Есть ли лень что-то придумывать, выдумывать и менять в законодательстве? А что-нибудь делать нужно? Начинай спасать общество, например, от гомосексуализма. Можно спасать общество от английских слов. Ну, на худой конец можно спасать общество от Кока-Колы, лишь бы ничего не делать. И если бы этот нелепый демарш кутлугуринцев не был только дешевым хайпом, а я его расцениваю только так, им бы следовало, наверное, обратить внимание на сексуальную ориентацию целого ряда федеральных политиков, депутатов Государственной Думы и топ-менеджеров крупных государственных корпораций. Ведь их появление на экранах телевидения, следуя логике башкирских коммунистов, открытая пропаганда гомосексуализма. Примечательно и показательно, что за Рудольфа Нуриева с жаром вступился Константин Борисович Толкачев. А за ним подключились и остальные единороссы в Госсобрании Республики Башкортостан. Ну, смех да и только. Совсем что ли нечем заниматься башкирским депутатам, как гоняться вот за этими ведьмами? Ведь Рудольф Нуриев не только уже давным-давно умер, но и вообще-то имя его увековечилось не в связи с его сексуальной ориентацией вовсе, которую, собственно, можно обсуждать, можно не обсуждать, но это уже бессмысленно. Имя Рудольфа Нуриева вошло в историю и Башкирии, и России в целом, да и, наверное, всего мира только в связи с его хореографическими достижениями, а вовсе не с сексуальными притязаниями. Впрочем, осеннее обострение коснулось не только депутатов, членов Коммунистической партии, но и некоторых других жителей нашего региона. Неожиданно из-под лавки опять выскочила уфимская городская активистка Алла Яковлева. Вооружилась рогами неведомого животного и понеслась к Белому дому. После того, как она прибыла в Белый дом, Алла Яковлева подарила, передала дорогому Радию Фаритовичу те самые рога. Этот перформанс госпожи Яковлевой был призван напомнить Радию Хабирову его обязательство рогом упереться, но проблему улицы Шатар-Уставели решить. Видимо, по прошествии нескольких лет Алла Яковлева все-таки поняла, что никакого рога у Хабирова нет и упираться, собственно, в родную землю ему нечем. Кроме всего прочего, наивная активистка Швея так и не поняла еще за эти годы, что упирается Радию Хабиров, ну, чем-нибудь упирается, только тогда, когда это ему, например, лично выгодно. Во всех остальных случаях не упирается. Так что вовсе не тот реквизит на самом деле доставила в Белый дом госпожа Яковлева. Примечательно, кстати, то, как изменились требования Швеи. Если раньше она требовала запрета на точечное строительство рядом с ее домом, то теперь уже хочет улучшить жилищные условия через расселение своего собственного дома. Ну, тут уже, пожалуй, пора дать совет Ради Фаридовичу. Упритесь уже, дорогой Ради Фаридович, чем-нибудь, куда-нибудь, или дайте уже, в конце концов, квартиру этой Яковлевой, а то уже совсем даже не смешно. Впрочем, выбор у вас небогат. Или давать квартиру, или примерять рога. Наблюдая ту вакханалию глупости, вседозволенности и прочих безобразий, которые царят в верхних эшелонах башкирской власти, чиновники и депутаты нижнего звена, да, видимо, и рядовые граждане, решили не отставать от начальства и применили те же самые безобразия в отношении самих себя. Например, заместитель директора государственного казенного учреждения транспортного управления Республики Башкортостан Артур Абдулин перешел к физическому устранению проблем на транспорте, а именно к рукопашным схваткам с нарушителями транспортного благополучия граждан населения и себя лично. Все случилось на улице Карла Маркса около парка Якутова. Чиновник управлял шикарным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado и ему дерзко не уступил дорогу какой-то студентишка, ехавший на нищебродской ладе. Ну, естественно, гнев чиновника, управляющего транспортом, который оказывает услуги Белому дому, не знал границ. Наведение порядка в области перестроения транспортных средств обернулось рукопашной схваткой чиновника и студента. Кто был инициатором этой потасовки, сейчас устанавливает полиция, но не это самое важное. Важно понять, что если вы не уступили дорогу даже такой мелкой сошке, как замдиректора какого-то там ведомственного гаража, ждите беды. А вот некий Радик Туктагулов, экс-глава сельсовета в Аскинском районе Республики Башкортостан, и вовсе схлопотал семь лет тюрьмы за покушение на убийство собственной жены, которую он сначала истязал, а потом и вовсе выбросил из окна многоквартирного дома. Женщина, слава богу, чудом спаслась, но получила суровые увечья. Ну, что тут скажешь. Не скучно живут участники Хабировского местного самоуправления. Судя по всему, отставать от чиновников и участников местного самоуправления не согласны и рядовые граждане. На минувшей неделе неизвестные вандалы раскрасили автомобиль сотрудника Стерлитамакского военкомата, ответственного за призыв на военную службу. Сотрудника этого зовут Максим Немченко, и его неплохой, в общем-то, автомобиль злодея раскрасили крестами и надписью «Груз-200». Ранее подобные граффити уже возникали несколько раз на стенах домов в Уфе и вызвали интересы беспокойства правоохранительных органов. Статистика говорит нам, что ежемесячно более 100 тысяч уникальных посетителей бывает на нашем канале, и только 40 тысяч из них являются нашими подписчиками. Дорогие зрители, вы нам, конечно, нужны. Смею надеяться, что и мы нужны вам. Так что не бойтесь, пожалуйста, подписывайтесь на «Открытую политику» здесь, на YouTube, в Telegram-канале, на Яндекс.Дзене. Мы везде называемся одинаково. «Открытая политика». Только, наверное, ленивый не писал и не говорил, во что команда «Х» превратила общественный транспорт в республике Башкортостан. И, наверное, только идиот может предполагать, что ситуация в этой области может измениться, если башкирским общественным транспортом так и продолжат управлять все эти Хабировы, Мавлиевы и Абдрахмановы. На минувшей неделе стало известно, что только в Уфе не хватает 340 водителей общественного транспорта. Согласитесь, странно. В то время, когда БСТ и всякие там Прочаковские заливаются и рассказывают нам, как легко и непринужденно можно заработать несметную зарплату в Башавтотрансе, почему-то очередей в кадровой службе этого учреждения не наблюдается. А еще в Башкирии, как вы знаете, не хватает тысячи учителей в средних школах. А еще на УМПО не хватает 4800 рабочих. За все всяких Абдрахмановых, Мавлиевых и прочих Хабировых у нас хватает с лихвой. Но вернемся к транспорту. Не успела сойти с лица Хабирова гримаса гордости за башкирское троллейбусостроение, как зеленые башкирско-белорусские троллейбусы дружно сломались. Сообщается, что произошел некий сбой электрооборудования. И эти зелененькие троллейбусы грустно потащили на веревках обратно в депо. Не успевшие вкусить удовольствие проехаться на новеньких евротроллейбусах горожане, понура продолжили набиваться битком в скверно пахнущие китайские автобусы. А что же наш мэр, спросите вы меня вновь, небось их же кинулся решать все эти проблемы. Ну что вы, зачем ему эти проблемы, тем более, что это наши с вами проблемы. На минувшей неделе мэр Уфы отыскал в пустующих карманах городского бюджета никому не нужные 22 миллиона 800 тысяч рублей. И решил на всю эту сумму устроить иллюминацию одного единственного квартала на улице Пушкина от Ленина до Карла Маркса. Господин Мавлиев пожелал, чтобы ему на этом отрезке улицы Пушкина обеспечили эффект звездного неба. Тут на ум приходит строчка из известной западной песни «Lucy in blue sky with diamond», «Lucy в голубом небе в бриллиантах». Ну, кто знает истинное значение этой фразы, оценит мою печальную иронию. Не так давно я прослушал лекцию одного своего знакомого ученого о признаках и особенностях монархического строя. Внезапно я обнаружил для себя, что Россия, хотя формально и документально является демократическим государством, на самом деле очень-очень уж похоже на монархию. В России бросается в глаза масса признаков, которые я услышал в этой лекции и решил проверить, ну, достоверны ли мои ощущения, может быть, я в чем-то ошибаюсь. Я провел опрос на нашем телеграм-канале для наших подписчиков, телеграм-канала «Открытая политика». Задал, собственно, вопрос, разделяют ли они мои ощущения. В опросе поучаствовало более тысячи человек из числа наших подписчиков и результаты превзошли все мои ожидания. Среди опрошенных только пять процентов считают Россию истинной демократией. Тридцать два процента опрошенных не считают Российскую Федерацию квазимонархией, но полагают, что страна движется в сторону монархии семимильными шагами. И абсолютное большинство, шестьдесят три процента опрошенных, как и я, усмотрели в том, как устроена наша Родина, очевидные признаки монархического правления. Ну, что нам остается делать? Ну, пожалуй, что начинать петь «Боже, царя храни». АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН Субтитры создавал DimaTorzok